Всем привет! Это проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. Металлургический завод Балакова – одно из самых молодых предприятий нашего района. И работают здесь молодые и очень активные люди. Один из таких – герой нашего сюжета. Владислав Шмигельский готовится к своему первому трудоустройству. После окончания учебы в техникуме и службы в армии молодой человек решил пойти работать по специальности. И теперь он слесарь-электромонтажник на металлургическом заводе. Со дня на день после оформления всех документов он станет частью большого коллектива. Влад уверен, рабочие специальности сегодня – это залог успешного трудоустройства. И несмотря на то, что у него опыта пока маловато, на заводе его ждут. Молодые специалисты здесь нужны. Техник электрик, я считаю, что в нашем городе это престижная специальность. И она всегда будет занимать топ 10 профессий. Есть у Владислава и еще одна профессия, которой он нигде не обучался. Молодой человек помогает городу и людям, которые живут в Балакове. С детства меня приучали совсем помогать. Никогда не проходил мимо беды. Если нужна какая-то помощь, я окажу ее. Просто помогать, приносить пользу, отдавать самого себя в это дело. Я от этого получаю удовольствие и, наверное, как-то заряжаюсь. И поэтому ничего удивительного, что Влад оказался в рядах гражданского дозора. Это организация добровольцев, которые неравнодушны к судьбе своего города. Гражданский дозор возник около 4 лет назад, когда в Балакове начали происходить массовые возгорания в промзоне, гаражных кооперативах или вот в таких вот зарослях. Там жгли покрышки, мусор и едкий дым застилала кругу. Для того, чтобы на место выехали пожарные, был необходим точный адрес. Ну а как его узнать, если из города виден только черный столб дыма где-то в промзоне? Поиском этих мест возгорания и занялись активные балаковцы. Выяснив адрес, они вызывали огнеборцев. А затем эти активисты стали подключаться к решению других проблем города. Занимаемся всем и тушим, и помогаем, и спасаем, и ищем. Поиском пропавших людей во многих городах занимается отряд «Лиза-Алерт». У нас эти обязанности взяли на себя дозоровцы. Они разработали принцип поиска и наладили взаимодействие с полицией. Когда у нас поступает информация о потерянных людях, то есть мы сначала звоним, уточняем информацию конкретно, где потерялся, когда потерялся, звоним родственникам, приметы. И после того, когда мы собираем нужную нам информацию, уточняем, созваниваемся потом уже с сотрудниками полиции. Если у них есть какая-то ориентировка, тоже меняемся информацию. Мы приступаем, начинаем поиск. Сам Влад – один из самых активных участников дозора. Он проверяет просрочку в магазинах, выходит на патрулирование водоемов, зимой, чтобы уберечь детей на тонком льду, летом, чтобы предостеречь от плавания в неустановленных местах. Когда загорелся остров пустынный, именно дозоровцы помогли остановить распространение огня. Позвонил лесхоз, потому что это их задача, они принимали участие в тушении, что им нужна помощь. Пожарные туда не поедут, нигде не доберутся. Это реально огонь, реальная опасность. Нам лесхоз выдал летушечие ранцы, набирали воду, размотали рукава, подключили помпу и прям с воды закинули и начинали тушить. Сейчас у активистов появилось необходимое оборудование – рации, квадрокоптеры, ранцы для тушения лесных пожаров, спецодежда и многое другое. Гражданский дозор – это уже не просто группа добровольцев, а опытные молодые люди, которые знают, как действовать в различных сложных ситуациях. Скоро Владу Шмидельскому предстоит совмещать работу и добровольчество, но он уверен, что сможет это сделать. И если встанет выбор между отдыхом перед рабочей сменой на заводе и бессонной ночью в поисках пропавшего человека, то герой нашего сюжета без раздумий выберет второй вариант, потому что для него помогать – это смысл жизни.